С начала года сотрудники полиции раскрыли 18 случаев скотократства. Домашние животные, находящиеся на вольном выпасе, главная мишень для злоумышленников. Какое наказание грозит за воровство скота и что ожидает владельцев животных, которые нарушают правила выпаса? Ответы на эти вопросы узнала наш корреспондент Диана Салихова. Нередко можно увидеть скот, пасущийся самостоятельно. Владельцы оставляют своих животных без присмотра, что ведет к неприятным последствиям. Сломанные изгороди, вытоптанные посевы и загрязненные улицы – это далеко не весь перечень результатов вольного выпаса. Животные, отбившиеся от стада, становятся мишенью для злоумышленников. Так, в Североказахстанской области с начала года зарегистрировано 18 фактов скотокраства. За такое правонарушение грозит уголовная ответственность. Преступникам предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. По сравнению с прошлым годом мы имеем снижение данного вида преступления. Если в этом году было 18 фактов, а в том году было 25 фактов. Повлияло то, что по инициативе департамента полиции перед местными исполнительными органами, а также насильством Асхата, в августе 2020 года были приняты правила по выпуску хозяйственных животных. Опасность представляют не только злоумышленники. Скот, находящийся на вольном выпасе, может выбежать на проезжую часть и стать причиной дорожно-транспортных происшествий. С начала года за нарушение правил выпаса скота к административной ответственности привлекли около 1360 человек. Предупреждение получили 432 гражданина, нарушившие правила пасть Б. Остальным грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Кроме того, в общей сложности 3600 голов лошадей и крупного рогатого скота были помещены на штрафстоянку. В регионе насчитывается 230 таких площадок.